Приветствую всех, кто меня слышит. Поставьте десяточки, если меня сейчас слышно. Уже в 18.00 у нас начинается вебинар в 18.05, то есть через 5 минут. Отлично, спасибо за обратную связь. Через 5 минут начинается вебинар. Пока что можете сделать себе чай или приготовить блокнот и ручку, чтобы записывать. Зайдите сейчас во все социальные сети, ответьте на все сообщения, чтобы потом пролистать всю ленту, чтобы потом уже не отвлекаться на это. Потому что я знаю, что многим нравится смотреть вебинар и одновременно листать ленту ВКонтакте, например, или писать кому-то сообщение, когда у вас никакого результата не будет. Поэтому у вас сейчас есть 5 минут, чтобы все сделать, и через 5 минут мы здесь с вами все встречаемся. Спасибо. 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 Давайте еще раз с десяточками показываем то, что меня хорошо слышно. Если нужно делать громче, то напишите. В принципе, сегодня я буду говорить недолго. У нас сегодня специальный гость, о котором я тоже вам сейчас расскажу. Так, вижу десяточки. Хорошо. Давайте сначала у меня есть несколько к вам вопросов. Напишите, кто с какого города. Сделаем такую небольшую разминку, чтобы каждый мог напечатать сейчас на клавиатуре что-то, да, и влиться в наш с вами разговор. Потому что те, кто не печатает ничего, кто не дает обратной связи, почему-то получается, что именно они остаются всегда в конце ни с чем. То есть они даже не понимают, о чем шла речь, да. Вот те люди, которые с нами пишут сейчас, вот у них чаще всего и бывает результат. Так, у нас Владивосток, Волгоград, Одесса. Отлично. Казань, Ногинск, Томская область, Казахстан, Благовещенск, Украина, Новокузнецк. Отлично. Белозерск, Москва, Курск, Хайфа, Пермь. Какие есть города, которые я вообще первый раз слышу? Санкт-Петербург, Калининград. Угу. Хорошо. Так, в принципе, тут тоже все понятно. У меня есть немножко таких других вопросов, нестандартных, да. У нас сегодня вообще вебинар нестандартный. Так, не напиши звук пропал, но я думаю, что звук есть. У нас сегодня вебинар нестандартный. Сегодня не будет технических моментов по инфобизнесу, как я обычно даю. Сегодня будет более такое, связанное с эзотерикой, с энергетикой человека и так далее. То есть немножко вообще в другой степени будет вебинар. Но я специально сделал этот вебинар, потому что многие из вас, поставьте плюс, поставьте плюс те люди, кто до сих пор не может сделать первый шаг. То есть вы, в принципе, примерно имеете представление, что нужно делать для того, чтобы собирать первых подписчиков. Но вот никак не можете все-таки конкретно взять и сделать это. То есть что-то постоянно держит. Ставьте плюс, кого что-то постоянно держит. Сегодня, скорее всего, вы найдете ответ, что именно держит вас от того, чтобы все-таки начать. И для чего я делаю этот вебинар? Для того, чтобы вы начали. Потому что я знаю, что если у вас будет база подписчиков, то мы с вами сможем уже рассматривать другие более важные темы. Мы уже сможем с вами рассматривать темы, как продавать на вебинарах. Как собирать еще больше подписчиков. Как делать, чтобы подписчик обходился дешевле. То есть откроется много новых возможностей. Поэтому я хочу, чтобы каждый из вас начал делать первые шаги. И чаще всего бывает изначально такой вопрос, будет ли в конце продажа. И всегда, да. Каждый раз у нас на вебинарах есть, естественно, в конце продажа. Потому что для этого вебинары и созданы. Но сегодня, могу вас обрадовать, сегодня продаж не будет. Сегодня, наоборот, будет подарок. Поставьте цифру 10, кому нравятся подарки. Сегодня будет подарок. Он понравится кому-то очень сильно. Кому-то он будет безразличен. То есть это уже посмотрите сами. Но я думаю, что некоторым людям будет очень полезен этот подарок. Поэтому будьте до конца. Отлично. Вижу, всем нравятся подарки. Хорошо. И сегодня, как я говорил, что мы немножко возьмем ту степь, как эзотерика, как энергетика человека. Как сделать так, чтобы вы перестали бояться первых шагов. Ну, чтобы те люди, которые еще пока не понимают, о чем идет речь. То есть, допустим, возьмем не конкретный пример, но вот просто известный. Например, фильм «Секрет». Поставьте плюс, кто смотрел фильм «Секрет». И поставьте минус, кто его не смотрел. То есть я знаю, что многие, в принципе, его смотрели. И многим эта тематика, в принципе, интересна. Мы не будем говорить про то, что нужно делать плакат мечты или еще что-то. Это, конечно же, совсем не то. Мы не будем говорить о том, что нужно постоянно говорить о своих целях. То есть будет не об этом. Но будет что-то, наверное, похожее в этом стиле. Я сам буду очень внимательно слушать этот вебинар. Потому что тоже есть. Даже если у меня там уже 10 тысяч подписчиков и сотни тысяч рублей заработок в месяц. То есть не говорить о том, что у меня тоже нет каких-то страхов. И тоже я хочу делать, например, что у меня. Что я хочу исправить у себя в инфобизнесе. Я хочу наконец-то уже доделать воронку полностью. То есть серию писем, которая будет идти, допустим, 10 дней будет идти серия писем. И каждое письмо заточить так, чтобы оно было с высокой конверсией. Каждую подписную страницу или страницу, где будет видео, доделать до идеала. То есть у меня уже, в принципе, просто не могу это сделать, да. Поэтому я тоже буду сидеть вместе с вами и тоже это все внимательно смотреть за этим. Вот. Некоторые даже смотрели очень много раз. Я тоже смотрел его много раз. И поставьте цифру 10, у кого реально, вот в фильме секрет, раз мы уже, да, загорели на эту тему, у кого реально что-то сбывалось. У меня знакомый нашел телефон. Он весь вечер мечтал найти, ну вообще купить телефон новый. А на следующий день в метро пошел и нашел телефон. То есть даже вот такие вот вещи у людей бывают. Поставьте цифру 10, у кого вот было такое, что что-то вы вот себе представили и что-то получилось, да. Но мы не будем, то есть сегодня вообще об этом говорить. Сегодня не та тематика. То есть фильм секрет это просто может быть как-то где-то схоже, но немножко все-таки далеко. И у нас сегодня специальный гость, она более 5 лет уже работает в области энергетики, целительства и работает с энергетикой человека. То есть большой специалист вообще в этой области. Раньше жила в России, по-моему, город Питер. Сейчас уже живет в Германии. По-моему, тоже довольно-таки долго, да. И лично сам я тоже консультируюсь у нее и понял, что вам стоит тоже послушать вебинар вот этот, потому что будет всем очень полезно. И еще к слову, что она не только занимается просто эзотерикой в оффлайне, там в Германии где-то по объявлениям. А тоже, как мы все вместе с вами, занимается инфобизнесом, тоже собирает подписчиков, проводит вебинары, у нее тоже есть там свои курсы, коучинги и так далее. То есть она занимается и оффлайн в Германии, да, и онлайн через интернет помогает русскому народу, помогает нам решать наши проблемы, как и связанные со здоровьем. Я знаю очень много случаев, где она помогала со здоровьем прямо на вебинарах. И, ну, мало того, на консультациях, конечно, там результаты еще намного выше. А также и вот по поводу страхов. Это одна из тем Ольги, да. Так что давайте, наверное, сейчас восклицательными знаками мы поприветствуем Ольгу Беми. И вместе с вами тоже я буду очень внимательно слушать. Вебинар примерно будет рассчитан минут на 40-50, может быть, час. Вот, поэтому встречаем Ольгу. Привет всем. Сейчас я немножко настрою камеру. Меня хорошо видно, услышно? Ну, замечательно. Евгений столько много обо мне сказал, что мне практически нечего добавить. Но я хочу вам пару слов сказать об Евгении. То есть, идя по своему пути от инженерного бюро до своего собственного бюро целительства здесь в Германии, я хочу сказать, что... Да, меня слышно хорошо. Поставьте, пожалуйста, чатики плюсы. Если меня хорошо слышно и видно, я буду выступать вот так живую. Я чувствую вашу энергетику. У вас тут много. Это здорово, когда столько людей интересуется. Так, идут чати плюсы. Значит, я надеюсь, что связь у нас... Так. У кого-то фонит. У остальных все нормально со связью? Так, я немножко... Норм, да? Ну, хорошо. То есть, давайте мне, пожалуйста, фидбэк, да? Более-менее... Так. Слишком громко, может быть. Так. Сейчас лучше. Сейчас лучше, да? Ну, отлично. Итак, я с удовольствием пару слов скажу об Евгении. На моем, скажем так, пути от инженерного бюро до бюро целительства здесь в Германии, да, я видела много инфобизнесменов. И это неправда, что целители не нуждаются в рекламе. Нуждаются еще и как. Они нуждаются в том, чтобы их знали, да? А если вы именно делаете какие-то вещи в интернете, то другого пути фактически у вас нет. Так вот, на протяжении четырех лет я наблюдала и знакомилась с различными инфобизнесменами. И я хочу сказать следующую вещь. Познакомившись с Евгением, я убедилась в том, что он человек слова. Я считаю, что вам очень повезло, что вы пришли именно к нему на курс. Я когда-то в свое время тоже пришла на один из его вебинаров и была поражена суперорганизацией и, скажем так, той степени знаний, которые он может передать. И он передает всегда намного больше, может быть, да, чем того требует момент. И это просто здорово. И надо сказать, что в инфобизнесе я встречала довольно-таки и мыльных пузырей. Поэтому я еще раз хочу сказать в двух словах, что вам крепко повезло. И он знает очень хорошо эту техническую часть свою, делает ее с большим удовольствием, с душой и, надо сказать, уже чисто по-моему, в энергии. Ну, вот это пару слов, как сказать, для начала. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсики, у кого есть какая-то конкретная, какой-то конкретный барьер, страх именно на пути, скажем так, создания чего-то нового, какого-то своего нового инфопродукта. Хорошо, как у остальных. Ну, Евгения, я думаю, у вас уже страхов нет. Хотя страхи есть у каждого, страх есть тоже и у меня. Это абсолютно нормально. Ага. Ага. Хорошо, надо сказать, что страхи указывают нам наши пути. И на самом деле, ну, конечно, за исключением того момента, да, за исключением того момента, если вы не стоите на двенадцатом этаже и собрались прыгать без, так сказать, парашюта. Да. В этом моменте страхи, скажем так, указывают на совсем другие вещи. Мы сейчас в данном вебинаре их не рассматриваем. Так, немножко камера. Ну, хорошо. Итак, я загружаю. Страх больших денег. Ну, я считаю, что это хороший страх. Туда, значит, прям вот туда нужно идти. Хорошо, давайте так. Я сделаю сейчас небольшую презентацию, потом скажу, задавайте вопросы, и вы подготовите свои вопросы. Сейчас важен следующий момент, потому что я веду вас в некую энергию, скажем так, возможностей. В этой энергии возможны многие вещи, и это мы с вами сделаем, и уже избавимся от каких-то страхов. Да. Очень хорошо. Глаза боятся, руки делают. Именно так. То есть страхи указывают нам наши пути. И как уже, так сказать, сейчас я загружу. Ну вот, я тоже подготовила такую презентацию. Да. Как вы видите на картинке, да, вы видите большую тень. Что такое страх? Страх – это по существу мира. Когда образуется у нас страх? Подумайте сейчас и напишите, когда у вас возникает страх. Замечательно. Неизвестность. Еще когда возникает страх? Ну, хорошо, приобщение – это другая тема, придете ко мне на консультацию. Так, 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 так. Да, когда мы принимаем серьезное решение. Вот. Страх, который тормозит очень многих – это что-то сделать неправильно. Отняли ударом по голове. Так, это, это как объяснить? Хорошо. Когда надо деньги платить? О, от этого страха нужно избавляться, иначе денег никогда не будет. То есть не будет возможности достаточно оплатить те счета, которые вы хотите оплатить. Что что-то не получится, да, это страх неизвестный. Дело в том, что на своем пути я строила свою собственную страницу, я собирала подписчиков, да, и поэтому я училась фотошопу. Наверное, все то, что вы тоже делаете, да, или, не знаю, занимаетесь рассылками и так далее, создаете свой инфопродукт или мечтаете его создать. Все это, фактически, это пути, которые проходила я, и техники, которые я даю, они где-то не какие-то фантастические, что-то из какого-то фильма, да, на грани фантастики. Нет, абсолютно нет техники, техники работающие и проверенные на себе. Итак, что нужно для того, чтобы, хорошо, страх, страх неизвестности. Что нужно, чтобы преодолеть страх, да, нужно просто сделать первый шаг. Когда мы можем, цель, замечательно, замечательно, да, когда мы можем сделать первый шаг, когда у нас есть знания, достаточно знаний, да, когда у нас есть цель, мы точно знаем, чего мы хотим, мы можем это сформулировать правильно и, так сказать, послать наверх высшему миру. Я видела, что многие смотрели фильм «Секрет», поэтому я могу сказать, да, что существуют некоторые системы, в которых человек задействован как физическое тело, но мы представляем собой еще и огромную энергетическую структуру просто с неограниченными возможностями. И об этом как раз фильм «Секрет» рассказывает. Итак, у вас должно быть жгучее желание изменить вашу ситуацию. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсики, я надеюсь, я не очень ору. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсики, кто хочет прямо сейчас изменить свою ситуацию. Отлично. Публика просто замечательная. Просто теперь. Хорошо. А теперь поставьте в чате плюсы. Спасибо, Валерия. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсы. Кто знает, куда он хочет дойти? Я не говорю о конечной цели. Я говорю о какой-то глобальной вашей мечте, скажем так. Замечательно. Замечательно. Я бы с удовольствием хотела узнать, что за проекты у вас есть. Наверняка масса интересных проектов. То есть я вижу тут представлены различные страны. Израиль, Россия, Украина. И, вы знаете, поднимается такая энергия, как всё-таки замечательно, что существует интернет. Потому что в интернете имеем мы возможность без всяческих каких-то расприй, войн вот так вот встречаться и просто общаться. Ну, это было короткое отступление. Итак, я вижу, что... Хорошо. Посмотрим, насколько... Да. Посмотрим, насколько мы дальше идём. Так. Павел. А сумма в 6 ноликов – вот мечта. Хорошо. Хорошо. А что... Вот просто только деньги. Дело в том, что когда вы что-то желаете, вы должны не зацикливаться на деньгах. У вас должна быть какая-то глобальная цель. И уже под эту цель вам дадут и деньги, и возможности, и знания, и людей, которые помогут её осуществить. Ирина, я не поняла, не поняла вопроса, а где? Где первый? Не поняла. Не поняла. Здорово. Елена, просто здорово. Почему? Вы знаете, я думаю, Бельгейтс и тот, кто создавали планшет или ещё какие-то другие изобретения, была какая-то глобальная идея, и хотелось её передать людям. И я думаю, что как раз вот те самые миллионеры, они, поэтому миллионеры, они не зацикливаются на деньгах. Конечно, есть и другие случаи, но, в общем-то, деньги – это средство для, скажем так, для какого-то продвижения. Это должно быть средством, но не целью. Супер. Просто прочитали мысли с потока. Замечательно. То есть все находимся в потоке. Итак, желание у всех есть. Что мешает нам на пути к своей цели? Да, я сейчас как бы, может быть, вы ожидали тут много эзотерики. Я как раз подготовилась так, чтобы это было не что-то такое, которое доступно кому-то, кто занимается медитациями и так далее. Я хочу вам дать техники, которые доступны каждому. Я хочу вам объяснить, что абсолютно каждый способен вершить свою жизнь, изменять свою жизнь. Я убедилась это на тебе, я убедилась это на других людей, которые приходят ко мне на консультацию. Я убедилась это во время учебы по целительству, по психотерапии и другим моментам. Что у нас тормозит больше всего? Незнание. И теперь, пожалуйста, послушайте, потому что будут важные моменты. Итак, что у нас больше всего тормозит? Мы собрали в течение жизни огромный опыт. Этот опыт есть негативный, этот опыт есть позитивный. Это своего рода опыт знаний. Знаний определенной, скажем так, знаний, которые работают в определенной системе. Да? Когда вы выходите из этой системы, а занимаясь инфобизнесом, делая какое-то свое дело, вы выходите из этой системы, вам нужно оставить эти знания. Да? Это страшный момент. Оставить знания и оказаться в пустоте. Но дело в том, что когда вы слушаете свое Высшее Я, когда вы слушаете свой внутренний голос, когда вы находитесь в своем энергетическом потоке и делаете абсолютно свое индивидуальное дело, у вас всегда будут знания. Так это работает, так это работает по определению Высшего Мира. Представьте, что мы собой представляем некоторую энергетическую структуру, которая, ну, всунута в определенную техническую машину. Машина является наше тело. Да? Вот это видно. И вы знаете, да, за машиной нужно следить, за машиной нужно смотреть и так далее. Да? И машина, в общем-то, рулит туда, куда водитель. Но в итоге вы должны понимать, да, что именно водитель должен рулить, а не физическое тело. В данном случае водитель вас внутри. Водитель — это ваш внутренний голос. И нужно только его услышать и открыть. Итак, первый момент — это нужно суметь оставить прошлое. Оставить прошлое, оставить отработанное знание. Хорошо, я потом попытаюсь вернуться гинограммой и так далее. Очень хорошо, что Вы это знаете. То есть супер, супер. Это замечательно. Мы не будем вдаваться в какие-то сложные вещи. Это более, скажем так, подробнее можно рассмотреть на коучинге, на консультации, на курсах и так далее. Итак, умение оставлять отработанные знания — это очень важный момент. Представьте себе шкаф. Шкаф, полностью набитый какими-то знаниями. Куда прийти к чему-то новому? Куда прийти к каким-то новым идеям? Абсолютно некуда. Всё забито. А когда у Вас всё забито старыми знаниями, получается следующий момент. Включается в подсознание определённая программа. И начинает, так сказать, Вам говорить, как делать тот... Ну, я буду конкретно говорить на примерах инфопродукта, да? Как делать тот или иной инфопродукт, да? То есть, получается, Вы не отпускаете от себя, ну, можно сказать, просто старьё из Вашего вот этого шкафа. Как это сделать более подробно, скажем так, мы немножко в конце вебинара, Вы поймёте, и мы рассмотрим эту тему, да? Или рассмотрим её уже в более частном порядке, потому что прошлое, это связано, как вот тут уже написано, проблемы рода и так далее, это уже более индивидуальный момент. Мы пойдём дальше, мы просто запомним, что нам нужно отпустить старые знания, да, чтобы получить новую. Поставьте, пожалуйста, плюс, кто очень хорошо понял эту тему. И кто, ещё, подождите, подождите, побежали, побежали, да? Поставьте, пожалуйста, в чате плюс, кто готов отпустить. Даже если он не знает, что новое в его жизни придёт. Вот этот момент очень... Я-я-я-я-я-я. Хорошо. Вот, вот, честный человек, Вера, потому что, Вера, я полностью с Вами согласна. Когда мне говорили отпустить инженерию, да, или отпустить, допустим, веб-дизайн, да, дизайн по конструированию страниц и так далее, то, что я изучала, было довольно-таки нелегко отпускать. У кого-то уже всё отпущено. Отлично. То есть я просто только Вас приветствую. Итак, пойдём дальше. Новые знания. Я уже сказала, да, чтобы вливались новые знания, нужно обязательно отпустить старые. Ещё нужно просто почувствовать этот энергетический поток. Нужно быть в этом энергетическом потоке. Поставьте, пожалуйста, в чате, сейчас будет очень важная и простая вещь. Поставьте, пожалуйста, в чате плюс кто, получив мысль, как идею в голову, идёт и сразу её делает. Приветствую, Павел. Иногда. И плюс, и минус. Вот, представляете, если бы в своё время многие, не знаю, допустим, Эйнштейн отложил свою идею о теории вероятности и сказал, ах, я запишу эти формулы потом. пришли бы они, как идея, вспомнил ли бы он это, когда, допустим, этот энергетический поток прошу. Теория относительности. Да, согласна с вами. Совершенно правильно. Теория относительности. Я просто провела пример. Я просто хочу сказать, что когда вам приходит какая-то идея, проверяла на себе много раз, пожалуйста, как мысль приходит идея, она приходит неспроста. Дело в том, что идея приходит в Валентина быстро, а вот осуществление идеи нужно выносить, ну, как в утробе ребёнка. Дело в том, что у многих людей есть идеи, и у вас есть куча идей, я уверена. Проблема в их осуществлении. Чтобы свою идею быстро осуществить, нужно действительно, получив информацию, скажем так, от себя, да, или свыше. Это уже как вы понимаете. Получив эту информацию, вы же чувствуете, что какой-то, какой-то у вас есть какой-то энергетический подъём. Он вас тащит, он вам создаёт массу каких-то интереснейших ситуаций. И вот проблема, если вы этот поток не используете, потом осуществить вашу идею будет гораздо сложнее. Я смогла донести вообще мысль. Оставьте, пожалуйста, в чате плюс, кто меня понял. В чате плюс. А сейчас можно быть белой вороной. Можно быть голубой, можно быть зелёной. Замечательно. То есть кто-то уже на себе прочувствовал этот момент. Вот то, что тащит, это есть энергетический поток. Когда вы находитесь в энергетическом потоке, то, что вы делаете, делаете положительно, вы созидаете, вы творите, вам приходят просто поразительные ситуации. И приходят не только знания. То есть я на себе проверяла. Просто приведу вам пример с фотошопом. Кто работает с фотошопом, поставьте плюс. Наверное, все работают. Я хочу сказать, да, фотошоп довольно-таки, ну, такая серьёзная программа, там очень много функций и так далее. Можно, конечно, пройтись по вербам, но мне нужна была глубина. И необходимо было это, ну, буквально за какой-то день всё это пройти. И это возможно. Если вы сделали это в энергии, то это возможно сделать на физике. Вы просто будете, когда вы находитесь в потоке, вы просто будете нажимать нужные кнопки. Это не фантастика, это реальность. То есть я это действительно проверяла на себе. Не войдя в энергетический поток, скажем так, делами какой-то картинки фотошопа, да, а просто тормозилась работа, шли какие-то не те мысли, нажимались не те кнопки. Да? Я надеюсь, я понятно объясню. Находясь же в потоке, создавалась просто потрясающая картинка, да, и нажимались именно те кнопки. Вот именно так это работает. Сегодня я хочу дать вам два упражнения или две медитации. Я не знаю, как лучше для вас это называть, да. Дело в том, что я не сижу в медитациях очень долго, я не учу людей сидеть очень долго. Я использую медитацию именно для результата. Этому я научилась у своего учителя, и этому можно научиться. Это называется вдохновение. Я хочу вам сказать, Галина, что вдохновение есть у каждого. Абсолютно у каждого. Просто нужно это, это не вдохновение, это когда человек находится в энергии. Вот мы сейчас с вами находимся тоже в энергии вебинара, да. Наверное, вы заметите. Давайте, наконец-то, почувствуем, да, как это немного работает. Ничего особого делать не нужно. Нужно просто закрыть глаза, вдохнуть и выдохнуть, и, скажем так, следовать, ну, тем моим словам, да, которые я вам говорю, или которые вам передает именно эта энергия с потоком. Для чего нужно дыхание? Дело в том, что вдыхая и выдыхая, мы изменяем наше энергетическое пространство. Конечно, я не могу сейчас в одном вебинаре объяснить прямо очень много вещей, но я постараюсь сделать это просто, скажем так, и понятно. Итак, все готовы? Поставьте, пожалуйста, в чате плюс, кто все готов, выключите электронные приборы, кроме ваших компьютеров, да, предупредите, пожалуйста, своих домашних, чтобы вас не беспокоили, потому что мы сейчас пойдем в видоизмененное состояние. Уже кто-то пошел. Хорошо. Ну, ничего не скажу. На ваш комментарий, мимо. Так. Живое общение превыше всего. И оно важно в данном случае. Итак. Пожалуйста, закройте глаза. Глубоко вдохните в себя. Глубоко вдохните в себя. И выдохнув, представьте, что вы находитесь в некотором голубо-белом потоке. Вы находитесь в неком голубо-белом потоке вашейши возможностей. Поднимите голову наверх и увидьте яркий свет, который спускается в этот поток. Представьте себя некой прозрачной трубой. И в этой трубе свет заполняет слои один за другим. Этот свет вытесняет ваши сомнения. Представьте, что снизу у вас находится под ногами огонь. И ваше сомнение, как темное облачко падает в этот огонь и сгорает. Ваши страхи, ваши какие-то неурядицы. Все то, что связано с негативными мыслями, которые сейчас проходят сквозь вашу голову, просто отваливается от вас и сгорает. Даже если у кого-то сейчас возникает мысль, у меня нет мысли, это тоже защитная своеобразная реакция вени. Поэтому дайте возможность ей скорить. Почувствуйте, почувствуйте, как эти облака, эти серые облака, как бы проходя через вашу трубу, отваливаются. Почувствуйте, как они сгорают. Почувствуйте, как сгорают ваши негативные мысли, которые не позволяют вам двигаться туда, куда вы има, куда вы постоянно хотели двигаться. Куда хочет двигаться ваша душа, ваше земное сознание. Наполнитесь этим светом сверху. Глубоко вдохнув в себя, выдохнув, откройте глаза. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсы, кто видел огонь, у кого получилось жечь негативные мысли. Кто почувствовал, вот еще интересно, замечательно. я говорю, я говорю, что нас Бог создал по образу и подобию, и в нас это есть. И это не просто воображение, а это, скажем так, тот росток божественный, которым, тот механизм божественного, который как наподобие, наподобие сознания Вселенной сделан. И у нас есть эта память, как это делать. потому что мы не живем одну жизнь. Поставьте, пожалуйста, чате плюс, кто со мной согласен, что мы не живем одну жизнь. Замечательно, Ирина. Грайды образы, супер. Знаете, что очень, еще очень интересно, что знаете, кто идет в инфобизнес? люди не только, которые хотят что-то изменить, а люди, которые готовы к изменению, и люди, которые хотят что-то создать, хотят создать свою мечту, и не из-за денег. хотят создать свою мечту, чтобы поделиться ею с другими, чтобы научить других замечательно. Энтузиасты, не надо коммунизма. Еще в инфобизнес идут люди, которым уже абсолютно нечего терять. То есть, они уже перепробовали все. И их высший мир подтолкнул к тому, чтобы открылось что-то новое. Им создали все условия невозможные, чтобы они, не знаю, ушли с работ, поменяли какие-то места. Ведь инфобизнес предполагает собой скажем так, работу 24 часа в сутку. Я надеюсь, я вас не напугал. Постаньте, пожалуйста, плюсы, кто знает, что свое дело это 24 часа в сутки. зато у этих 24 часов в сутки есть замечательная вещь. Вы свободны. Вы можете сами создавать ваш продукт. Вы свободны по времени. Вы можете работать ночью, вы можете работать днем. Вы работаете в потоке, вы работаете в энергии. Хорошо. Итак, новые знания. Да? Ну, я бы сказала, даже ветер не свободный. Итак, мы поняли, как мы имеем новые знания. Я уже говорила о том, что очень важно иметь цель. Видеть эту цель. Видеть, скажем так, конечную цель. Хотя любая конечная цель становится, ну, скажем так, промежуточной, когда вы ее достигаете. жизнь, да? Потому что никогда нельзя останавливаться. Наша главная задача называется развить себя. Развить себя и развить других в этой жизни. Ну, это мы отвлеклись. Итак, очень важно видеть вашу цель. и на пути к этой цели расставить определенные промежуточные цели. Это для вас абсолютно не норма. И стремиться к этим целям идти. Только так, используя энергию, которая дана вам свыше, на ваше определенное дело, находясь в энергетическом потоке и видя свою цель, вы всегда дойдете туда, куда вы хотите дойти. Единственный момент, энергетический поток или знание биоэнергии не приемлет манипуляции. из-за это карают очень строго. Все, над чем вы работаете, все техники, которые вы получаете, вы можете применить только на себе. Это, пожалуйста, запомните. знание. Итак, когда у вас есть знание, и когда вы открыты к получению новых знаний, и когда вы находитесь в энергетическом потоке, а главное, вы оставили, не знаю, видно тут в камеру, все прошлое сзади, у вас появляется уверенность с накоплением нового опыта. И первые шаги это не что иное, вы просто должны сделать первый шаг. И не важно, как будет выглядеть ваша первая страница или ваш первый продукт. важно, что вы его сделали. А усовершенствовать, я думаю, Евгений подтвердит, усовершенствовать с помощью различных знаний вы всегда сможете. И не сразу все становятся космонавтами, точно. Это нужно просто понять и осознать. И поскольку вы сейчас находитесь в инфобизнесе, уже высший мир вас столкнул туда, поставьте, пожалуйста, в чате плюсы, кто еще работает на постоянной работе, кто ежедневно ездит, мне просто было бы интересно, кто ежедневно ездит, так сказать, на работу, находится, работает еще в системе. Не надо плачать, каждому свое время. Вы же не случайно пришли на этот вебинар? Замечательно, Евгений, я тоже уже забыла, что это. Мне иногда снятся сны, я вспоминаю, что я опаздываю на какую-то работу. Хотела рассказать, что последнее мое инженерное бюро уже меня готовили к этому, то есть у меня был ключ от инженерного строительного бюро здесь, в Германии, и у меня был свободный график. Но тогда, еще пять лет назад, я не представляла, что я приду к целительству, и не представляла, что я буду людям объяснять, как избавиться от страха методом энергии. Вот так быстро изменяется жизнь. Ладно. Итак, сейчас мы сделаем очень серьезное упражнение медитации. Вообще, как лучше говорить вам, упражнение или медитация? Замечательно, Владимир. Напишите, пожалуйста, мне в чате, как лучше воспринимается упражнение или медитация среди инфобизнесменов. Все равно. Хорошо, действительно, без разницы. Главное, что это работает, главное, что это помогает. Единственное, что то, что я вам даю для работы только с собой, со своим прошлым, со своими какими-то проблемами. Сейчас будет серьезная работа. Я это очень люблю. Вообще-то, я даю такие техники уже более серьезные медитации я даю на платном вебинаре. но меня Евгений попросил действительно сделать для вас что-то потрясающее и серьезное и то, что действительно дало результаты. И я этого хочу и с удовольствием это даю. это даю. Итак, представьте сейчас, пожалуйста, не закрытыми глазами, подумайте о каком-то своем маленьком, давайте возьмем маленьком, да, маленьком барьере. То есть увидите промежуточную цель, не знаю, написание страницы, изучение фотошопа, не знаю, делание картинки в фотошопе, собрать тысячу подписчиков. Это абсолютно непросто. Правда, с Евгением это здорово получается, скажу вам откровенно. Он просто мастер в этом и вам в этом еще раз очень повезло и мне тоже. Все равно в общем-то что, но возьмите маленькую цель, почему? И маленький барьер, потому что я хочу, чтобы вы увидели результат. В течение трех дней увидели реальный результат. Может быть уже сегодня, если кто-то пойдет делать. Единственная просьба, если вы почувствуете этот толчок, энергетический толчок, оставьте все домашнее, оставьте ваших, не знаю, друзей на этот момент, выключите все абсолютно и идите и делайте это концентрировано, то, что вы хотите делать. А моя медитация, или, так сказать, мое упражнение вам в этом поможет. Итак, закрываем глаза, глубоко вдыхаем себя, выдыхаем, увидьте прямую огромную солнечную дорогу. Дорогу, которая ведет к яркому солнечному свету. Поставьте на этой дороге вашу промежуточную цель, флажок. Никто никуда не бежит. Поставьте, пожалуйста, флажок и напишите на флажке «Моя промежуточная цель такая». У каждого разные цели, пожалуйста, напишите каждую свое, то, что вам сейчас пришло в голову. Увидьте тот барьер, который вам мешает приблизиться и осуществить эту цель. барьер, как как барьер на беговой дорожке может быть у вас будут какие-то свои картинки это абсолютно нормально возьмите энергетическими руками просто возьмите представьте возьмите этот барьер увидите рядом справа огромную печь и как есть этот ваш барьер в виде стены в виде забора в виде каких-то палок камней сеток поместите в эту печь закройте в створке этой печки у кого не влезает сделайте печь больше в энергии у вас неограниченные возможности замечательно влезло теперь почувствуйте тот момент как этот барьер сгорает почувствуйте это на вашей физике через ваше физическое тело как проходит какая-то горячая волна или дрожь просто почувствуйте этот момент делается заход закройте створки печи берите на вашу дорогу И просто начинайте делать шаги по этой дороге, залитые солнцем, радостью, уверенностью в себе, стремлением к творчеству, к радостной жизни, к успехам, всего того, чего вы хотите достичь. И в этом состоянии глубоко вдохните в себя и методом выдоха, выдыхая, принесите всю сделанную работу в вашу физическую жизнь, ваш сегодняшний день, сегодняшнее время, сегодня и сейчас. Еще раз глубоко вдохните в себя и выдохнув, откройте глаза. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсы, кто вернулся, кто здесь. Какие были ощущения? Напишите, пожалуйста. Удалось ли именно на физике, это очень важный момент, именно физическим телом прочувствовать какую-то волну вот этого вот сжигания, скажем так. Вот этот важный момент. Это очень важный момент при работе с энергией. Может быть, вы даже ничего не почувствовали, может быть, такое. Замечательно. Замечательно. Замечательно, Ирина. Конечно, Елена, это абсолютно правильно. Был толчок в солнечное сплетение. В солнечном сплетении находятся у нас цели. Вообще наши жизненные цели находятся в солнечном сплетении. Это третий энергетический центр. И это основной энергетический центр. Не случайно там расположен пупок. Не случайно есть история с пуповиной и ребёнком. И через энергию, скажем так, существует пуповина, ну, я не побоюсь этого сказать, вселенной. Кто-то её ощущает, кто-то нет. В третьем энергетическом центре лежат стремления, желания, финансовые возможности и достижения своей цели. Замечательно. Замечательно. Так. Наталья! Супер! То есть у вас... Наталья, а вообще медитациями, энергиями занимаетесь, да? У которой был тёмный туннель. Хорошо, не получилось с печкой. Замечательно. Вы нашли свой способ решения. То есть вам ваше внутреннее «я», скажем так, подсказало способ решения. Супер! Вы его услышали и пошли делать. Это самое замечательное. Это уже люди, которых я приветствую на моих курсах. Я могу им дать намного больше. Владимир не поняла. Нижняя дань-чянь. Что такое дань-чянь? Дзен или что такое дань-чянь? Иногда, да? Наташа, я поняла, что вы практикуете. Владимир, непонятно. Нижние энергетические центры или о чём вы? А, хорошо. У меня куча немецких названий, поэтому... Назвать можно как угодно. Да, совершенно правильно. Энергия ниже пупка. Да. Мы представляем собой тем энергетических центров. И очень важно, чтобы они работали стабильно, уравновешенно. Вообще человек устроен так, что если он находится в энергетическом потоке, если у него всё в жизни уравновешено нормально, он находится в равновесии духовного и материального, вот посередине человек, слева в материальную, справа духовную. И равновесие должно находиться в этом человеке. Вот тогда у вас в жизни, вы находитесь в потоке, и у вас в жизни получается всё. И всё приходит к вам, поверьте. Ну, это не всегда просто. Ну, замечательно. Теперь, может быть, кто-то помнит, кто-то не помнит, что он уничтожал. Я хочу, чтобы вы понаблюдали в течение трёх дней. То есть работа в энергии, результат проявляется через три дня. У кого-то он проявляется моментально. Да? Да. Попробуйте сделать сразу первый шаг. Если вы делаете какую-то страницу, да, после этой медитации, ну, допустим, завтра или сегодня, сядьте, почувствуйте подъём этой энергии и пойдите, сделайте. Чтобы просто убедиться, как это работает. Если кого-то ждут какие-то, не знаю, встречи, и что-то мешает на этом пути, да, или, ну, есть какие-то другие препятствия, у вас просто появится другая возможность. Это действительно так работает. Конечно, у меня есть ещё много всяческих техник. И есть у нас страхи, которые вот так вот невозможно проработать, то есть они связаны с какими-то прошлыми жизнями, с нашей кармой, да, все об этом слышали. Да? С какими-то всевозможными другими проблемами. Иногда это связано просто с нашими энергетическими собратьями, с родственниками, с нашим окружением. Вы, наверное, заметили, да, когда вы стали заниматься инфобизнесом, у вас ещё никто из друзей не крутил вот так вот, пальцем у виска и говорил, чем ты занялся вообще, друг? Да. Замечательно. Главное не только написать, Галина, главное не только написать план, да, а главное, ну, вы видите, как у вас, Владимир, пошло, да, а вы готовы. А вот, а главное действительно начать действовать. Представили ли какое-то конкретное действие, то, что вам нужно сделать на физике, сделали его в энергии, пошли делать на физике. Все равно, то есть, все равно ножками придётся пройти этот путь. Но пройти его будет легче и интереснее. То есть, откройте такие возможности, просто обалдеть. Да, Евгений, я знаю. Итак, я надеюсь, вам всем понравился вебинар. Евгений обещал, да, что я предоставлю вам подарок. Мой подарок – это уникальная моя, бесплатная, только для вас, для участников вебинара, бесплатная консультация в скайпе. Прямо можете сейчас уже присоединяться ко мне в скайп и решить какие-то ещё, может быть, дополнительные свои страхи, проблемы или узнать какие-то новые техники. Это мой скайп, лайтлаунг всем. Присоединяйтесь, пожалуйста, и кто в течение, скажем так, сегодняшнего вечера присоединится, сразу получит уже завтра консультацию. Единственная просьба, домашнее задание тем, кто придёт на эту консультацию, я приглашаю всех. Вот, конечно, кто быстрей, тот быстрей, я это понимаю. Единственная просьба всем сделать домашнее задание. Прийти на консультацию с небольшим списком, либо в голове, да, либо с этим списком на бумаге каких-то ваших действительно барьеров в жизни, чтобы их было, ну, скажем так, чтобы вы не искали, что вам нужно вынуть, а чтобы вы точно знали и вы были к этому готовы. Потому что иногда, вынимая определённый барьер, открываются такие возможности, вы должны быть к этому готовы. И ещё скажу, что страхами Высший мир проверяет нас на готовность дальше идти в этом направлении, в котором расположен ваш страх. И так, я заканчиваю вебинар. Могу сказать, что вот, пожалуйста, тут написано, я даю вам уникальные техники, моё энергетическое сопровождение и мотивацию. И помните, есть идея, план и обязательно должно быть действие. Действие должно быть всегда. Вот, замечательно, то есть уже пошли присоединения в скайпе. И у нас появились первые участники консультации. Итак, присоединяйтесь. Я вас благодарю за внимание. Была шикарнейшая публика. Удачи вам в ваших новых проектах. Удачи вам в вашей жизни. Если вы идёте что-то строить, не обращайте ваше внимание на окружающих. Они придут к вам потом. Делайте это и стройте и наслаждайтесь своим творчеством. И давайте это творчество другим. Я закончила. Может быть, пару слов ещё вам скажет Евгений. Спасибо. 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 Продолжение следует... Просьба. Просьба ко всем. Пишите сразу время, удобное вам для консультации. Чтобы мы не переспрашивали по 10 раз. Итак, всем удачи. И до встречи в скайпе. Продолжение следует...